Здравствуйте, меня зовут Парыгина Анастасия. Я студентка 4-го курса Евразийского национального университета в городе Астана, Республика Казахстан. Сегодня я хотела бы представить свою работу. Это разработка расширения для браузера Google Chrome, защищающего от утечки текстовой информации через сторонние расширения. Вообще, с 2014 года существует и активно развивается такой тренд атак на интернет-пользователей, как кража информации с браузера через установленные в нем расширения. В чем заключается фишка? В том, что все современные браузеры работают на данный момент по модульной архитектуре. То есть по умолчанию предоставляют какой-то базовый функционал. Если мы хотим добавить фичи, мы устанавливаем какие-то расширения. Расширения архитектурно занимают промежуточное положение между браузером и веб-приложением. То есть они получают полный доступ к функционалу контенту веб-приложения и частичный доступ к функционалу браузера и хранимой в нем мета-информации. Интересным фактом является то, что классическая антивирусная защита не детектирует действия расширений, которые работают именно на базе браузера. Тем самым существует такая почва для появления вредоносных расширений в репозиториях браузеров. В чем заключается основная проблема? Различные производители браузеров борются с проблемой вредоносных расширений различными способами. То есть в браузере, к примеру, Firefox и Opera расширения сканируются не только в автоматическом режиме, но и в ручном. Браузер Яндекс, он имеет механизм верификации расширений по хэшу, а также у них есть черный список расширений. Но самая интересная в кавычках ситуация сложилась в браузере Google Chrome. Это один из самых популярных браузеров на данный момент. И в официальной документации говорится о том, что Google имеет право, но не обязан проверять публикуемые продукты. И более того, если продукты проверяются, то только при первой публикации. То есть накатываемые обновления, они уже не проверяются. Соответственно, у Chrome существует… За счет чего работают расширения? Расширения работают за счет предоставления… Chrome им предоставляет API-функции. Эти API-функции собраны в модуль. Всего их существует около 63 групп API-функций. Они предоставляют абсолютно различный функционал. От перехвата запросов во время выполнения до нахождения других устройств в локальной сети по протоколу Multicast DNS. Для того, чтобы получить доступ… То есть при написании расширения. Для того, чтобы получить доступ к данным функциям, мы должны просто в файле манифеста, который… Ну вот, он изображен на скрине. Который должен обязательно лежать в корневой папке любого расширения. В нем указать в поле Permissions данные API. Интересной особенностью является тот факт, что из 63 возможных API уведомления при установке выдает лишь 17 из 63. Соответственно, в ходе исследования было выявлено, что существует 4 явных признака вредоносного расширения. Первое – это наличие лишних привилегий, запрашиваемых расширением. То есть если расширение вы устанавливаете для того, чтобы оно показывало вам погоду, а оно запрашивает права на просмотр истории вашего браузера, то вряд ли оно будет вам просто показывать погоду. Второе – это обращение расширения к серверам, чьи URL-адреса неожидаемы в данном расширении. Следующее – это нарушение пункта контентной политики безопасности в плане выполнения функции eval, inline функций, а также вообще выполнения данных как кода. И последнее – это нестандартный способ установки – сайт лоад или азер. То есть данный способ установки говорит о том, что расширение было установлено не пользователем, а какой-либо программой на компьютере пользователя, и, как правило, программы об этом не сообщают пользователю, не информируют его. За четыре года, ну, получается, я говорил, что с 2014 года существует эта проблема, за три года было опубликовано достаточное количество работы, исследований по данной тематике, как теоретических, так и практических, но, что характерно, большинство из них разработано в технологии, в подходе, сервис-провайдер-секьюрити. Здесь самой яркой работой является работа HALC. Она обладает достаточно мощным анализатором, который как раз позволяет выявить те расширения, у которых вредоносная активность зависит от какой-то конкретной страницы. То есть, скажем, расширение проявляет свою вредоносную активность только на странице с определенным URL, или только на странице, где есть определенные заданные CSS-селекторы и так далее. Однако подход сервис-провайдер-секьюрити, он имеет один небольшой недостаток. Дело в том, что все объекты должны отправляться в проверяющую систему для проверки. Это не всегда приемлемо из-за правил конфиденциальности. Другой подход endpoint-секьюрити, он, к сожалению, не блещет большим количеством работ, и все механизмы здесь сводятся к тому, что сверяются идентификаторы расширений, которые установлены в браузере, с идентификаторами, которые хранятся в базе данных разработчика и уже признаны вредоносными. В отличие от проанализированных работ, мой подход заключается в том, чтобы оградить пользователей не только от преднамеренных утечек информации, но и от случайных. Что такое случайная утечка информации? Существует определенный класс расширений, которые работают с текстовой информацией. Они ее собирают со страницы, отправляют на сервер, сервер возвращает им результат, они нам дают результат. Это расширение переводчики, ТТС, тексту спич расширения, или расширение проверяющих правописаний и так далее. Данные расширения, они весьма полезны при работе, но зачастую, если мы работаем с какой-то конфиденциальной информацией, например, вводимые пароли, банковские реквизиты, или просто кусок конфиденциального документа в какой-то корпоративной системе или на сайте электронного правительства, то здесь они могут быть опасны для нас, потенциально опасны. Предлагаемый мой продукт, он заключается в том, что пользователь ограничивает количество URL-адресов, каких-то критичных для него, он заносит их в продукт, и все расширения, которые установлены в браузере, признаны потенциально опасными, что может произойти случайная утечка через это расширение, они, пока пользователь находится на данном ресурсе, они закрываются, то есть не работают. Предложенное мной решение, оно очень просто в установке, в настройке, и оно выполнено в виде обычного такого же расширения для браузера Google Chrome. Также оно не требует абсолютно никакого подключения к интернету, ни с каким сервером оно не связывается, и поэтому может работать в интро-сетях. Разработанный продукт он получил название Defender of Azers. Он базируется на двух основных алгоритмах, а первый из них заключается в проверке самих расширений. То есть Defender of Azers запрашивает список расширений установленных в браузере, сверяет его со списком, который хранится в своем локальном хранилище. Помимо синхронизации значений происходит также проверка расширений на предмет того, что оно может быть потенциально опасным. Проверка происходит по трем критериям. То есть первое, заточено ли расширение на работу с текстом, другими словами, является оно переводчиком или TTS-кой. Затем запрашивает ли оно какую-то критическую привилегию. К таковым мы в ходе исследования отнесли около 20, то есть 60-20. И последнее – это нестандартный способ установки. То есть существует всего пять способов установки. Это admin, normal, development, site law at Azers. И последние два являются нестандартными. Затем, после того, как расширение проверилось, оно записывается… То есть само расширение Defender of Azers хранит его в такой структуре данных. В данной структуре данных хранится вся информация обо всех расширениях, которые установлены в браузере на данный момент. Следующий алгоритм, он заключается в том, что определить, является ли данный ресурс, на котором пользователь сейчас находится, защищаемым или нет. А если расширение признает, то есть расширение отслеживает события открытия новой вкладки, обновления вкладки, замена вкладки, и оно в ходе этих событий редактирует связку. Вкладка URL-адрис, необходимость защиты вкладки. Если признано, что вкладку нужно защищать, то все потенциально опасные расширения выключаются. Только переходим на незащищаемую вкладку, они опять включаются. Ну и по умолчанию Defender of Azers защищает не только от утечки текстовой информации, но также запрещает доступ всем расширениям и интернет-ресурсам, доступ к веб-камере, микрофону, геологационным данным и автоматической загрузке файлов. Пользователь может настроить самостоятельно, каким сайтом он хочет разрешить данный доступ. То есть это все достаточно легко настраивается. К сожалению, данный продукт обладает определенными техническими ограничениями. Во-первых, он не в состоянии противодействовать собственному отключению. Если удалить расширение в стелс-режиме в браузере невозможно, то отключить его возможно. Расширение не может самостоятельно обработать события собственного отключения. Однако выход из данного ограничения можно увидеть в том, чтобы интегрировать данное решение в какой-либо ПО, к примеру, антивирусный продукт, который в свою очередь будет заниматься вопросами самозащиты. Либо же, если мы говорим о корпоративных сетях, то здесь Defender of Authors позволяет себя настраивать с помощью доменных политик. Существует хорошо документированная возможность настройки хрома общедоменными политиками, а также такая политика, как extension install for a list. Все расширения, которые установлены с помощью данной политики, не могут быть выключены пользователем, либо каким-либо ПО на компьютере пользователя во время своей работы. И второе ограничение связано с тем, что расширение не может анализировать файлы сторонних расширений. Почему? Потому что расширение само пишется на языке JavaScript. JavaScript, слава богу, не умеет работать с файловой системой компьютера. Здесь выход из этого ограничения можно было сделать какой? Что пользователь самостоятельно вручную выбирает файлы для анализа, но, на мой взгляд, это решение не очень хорошее, потому что оно чревато ошибками пользователя. И в ходе создания расширения я от него отказалась. Однако, несмотря на все технические ограничения, на мой взгляд, расширение Defender of Assers имеет большие возможности использования как в корпоративных сетях, где пользователи часто работают в корпоративных системах, где нужно защитить какую-то конфиденциальную информацию, так и у обычных пользователей, которые беспокоены вопросами безопасности при работе с собственной информацией в браузере. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. В каком формате хранятся, собственно, настройки? Я имею в виду вот что. Можно ли для вашего расширения распространять настройки централизованно и принудительно? То есть, чтобы централизованно по всему домену раздать разрешающие и запрещающие правила? Спасибо за вопрос. На самом деле получается, что централизованно навряд ли получится. Однако Defender of Assers именно в своих настройках у него есть такая функция, как импорт и экспорт настроек. То есть можно на одной машине настроить расширение так, как вам нужно, экспортировать данный файл и потом его уже применить ко всем остальным машинам. Установить? Да, можно. А вот настройки именно вот только так. Ну все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.